Сажа 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 И тем самым они провоцируют и усугубляют течение процесса. Вы сегодня сообщали, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает 8 раз. Вообще, насколько это плохая цифра? Или это может быть какой-то средний показатель? Ну, это довольно сложный вопрос. Дело в том, что любое превышение, даже в полтора и менее раза, всегда опасно. Потому что установлена граница безопасного действия. Есть ли ситуации, когда эта цифра многократно превышена? Конечно, если мы будем говорить о Курганской области, которая является эпицентром, там намного хуже. Но я всегда говорю, что ответная реакция организма не напрямую зависит от концентрации, она зависит от состояния организма. Кому-то и в 8 терпимо, а кому-то и в 4 раза меньше. Уже вызывает ухудшение ситуации. Поэтому 8 раз это много. Это не критично. Но это та ситуация, на которую нельзя не обращать внимания. Действительно спасут маски? Ну, если, так сказать, разбираться с этим уже досконально, то обычные, даже не маски, противогазы не помогают при борьбе с пожарами. То есть с воздействием химических веществ, образующихся при горении древесины. Для этого используются специальные приборы, специальные противогазы. Но если говорить вообще хорошо, с маской или без нее, наверное, маска в определенной мере снизит, если не количество газообразных веществ, поступающих в организм человека, то хотя бы количество сажи. Тем самым можно сказать, что для тех, кто страдает аллергическими заболеваниями или какими-либо другими заболеваниями органов дыкания, прежде всего, надо подумать, нельзя ли ограничить свое, так сказать, пребывание на улице. Прежде всего, это касается детей. То есть не в эти ближайшие дни, не устраивать прогулок, провести время дома, включать кондиционеры, конечно, они должны быть технически обслужены. Если пребывание на улице является необходимостью, то лучше одеть маску, чем без нее. Хорошо одеть очки, они являются обязательными для тех, кто страдает поленозом. Возвращаясь с улицы, обязательно принять душ, потому что все это осело на поверхности кожи. Снять верхнюю одежду, если, так сказать, есть возможность, поместить ее в шкаф, чтобы она не являлась источником для всего помещения. И сохранять вот такое определенное, что ли, ограничение в свободе передвижений в ближайшее время. Конечно, в ближайшее время обещают нам дожди. Это существенно повлияет на ситуацию, так как большая часть химических веществ вместе с потоками воды осядет. Правда, это скажется на состоянии почвы, на состоянии открытых водоемов, но дышать станет легче. А вот если говорить о организме, это нормальная реакция, да, тошнота, небольшая головная боль, может быть, какая-то общая вялость? Это, я не могу сказать, что это нормальная реакция. Это реакция на воздействие комплекса газообразных веществ, большая часть из которых является жирорастворимыми, и поэтому, попадая в кровоток, устремляется прежде всего в центральную нервную систему, очень богатую церапролепидами, где они растворяются. И поэтому первыми это замечают, скорее всего, родители, когда их дети становятся более капризными, непослушными. У некоторых, чаще всего у подростков, могут появиться элементы девиантного поведения, что, скорее, связано не с какими-то недостатками упущения в воспитании, сколько с особенностями ситуации. Это говорит о том, что данный человек является действительно уязвимым для него. Эта концентрация, она большая. А симптоматика у животных, наверное, схожа в этой ситуации? Ну, так как я являюсь все-таки врачом для людей, поэтому мне судить о поведении животных, наверное, трудно. Но если исходить из того, что основные принципы, основные биологические принципы одни и те же, поэтому можно предполагать, что часть животных будет испытывать вялость, апатию, более опасность ситуации, когда у животных формируется агрессия. Во всяком случае, внимание к животным должно быть более пристальным в текущие дни, чем это обычно. И мы понимаем, что это, наверное, не последний пожар, так как пожароопасный сезон только начинается. Есть вероятность, что похожие ситуации в течение лета, может быть, начало осени, будут повторяться? Ну, это вопрос, наверное, скорее каждый должен задать себе, потому что пожары в большинстве случаев являются рукотворными. Поэтому избежать, опять же, человеческого фактора мы, наверное, с вами не сможем. Могут повторяться пожары? Могут повторяться. Поэтому каждый должен взвешенно относиться к своему поведению, к своим, так сказать, поступкам на природе, к ограничениям, которые приводят, сейчас, вернее, действуют на садовых участках. Ситуация может повторяться. Спасибо большое. Пожалуйста.